Итак, ребята, всем привет! Меня зовут Михаил, и мы начинаем прохождение игры Call of Cthulhu. Игра разработана компанией Cyanid Studio и издана компанией Focus Home Interactive. Что еще можно сказать, кроме очевидного, что эта игра сделана и вдохновлена благодаря творчеству Лавкрафта? Я могу кратко озвучить, так сказать, сюжет, который указан в описании игры, но я думаю, что многие знакомые с творчеством данного автора ничего нового как бы не узнают, но как бы то ни было. Действие игры происходит в 1920-х годах. Главный герой предстает как ветеран Великой Войны. И теперь уже опытный частный сыщик Эдвард Пирс, прибывший на таинственный остров Дарк Уотер вблизи американского города Бостон, штат Массачусетс. Ему предстоит разгадать обстоятельства загадочной смерти семьи Хокинс. Окей. Так, ну что я бы еще хотел сказать. Игра идет у меня полностью на высоких настройках, благо она очень хорошо оптимизирована, не сильно требовательна к ресурсам, поэтому я думаю, мы не столкнемся с какими-то техническими трудностями. Так, давайте, новая игра. Детективное агентство Пирса, Бостон. Эдвард Пирса, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Игра вышла 30 октября, то есть, как видите, мы почти на два месяца задержались с ее прохождением, потому что у нас там сначала была потом гора DLC для Pillars of Eternity, что-то мы там еще проходили, господи, я уже забыл на самом деле, но я очень хотел в нее поиграть, пусть сейчас она уже не так актуальна для многих зрителей, кто-то ее посмотрел на других каналах, кто-то просто уже сам лично с ней ознакомился, поэтому, так сказать, мы весьма запоздало идем. Так, сейчас будет ролик, я просто немножко уже поиграл на самом деле, ну буквально 5 минут так потестил. Вот, так что погнали. Игра с субтитрами. Безумие есть благо. Богам смешны попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Судя по всему, наш герой женат, у него кольцо на пальце я наблюдаю, оно прям весьма неплохо наблюдается. Так, и сразу же мы попадаем в какое-то странное место. Назад вернуться мы не можем. Ну погнали. Что мне прежде всего понравилось? Мне понравилась в игре атмосфера. Звук. Вы только вслушайтесь. Звук просто большую часть атмосферы этой игры делает. По крайней мере, это первые впечатления, а первые впечатления всегда самые важные. Дверь открыть мы эту не можем. Надо закрыть на цепочку. Очень приятная анимация, которая нам позволяет, так сказать, глубже погрузиться в происходящее. Ну, кроме очевидного вида от первого лица. Здесь у нас тоже цепь, но нам нужно подобрать инструмент. Борьба седьмой. Вы не сможете взаимодействовать с определенными предметами, пока не осветите их. Да, для этого мы берем вот этот чудесный фонарик. Керосиновая лампа. Не знаю, на самом деле, какой у нее ресурс использования. Но, поскольку я играл немного, это самое немного, мне ее вполне хватило. Да, берем болторез. И, соответственно, применяем его на этой цепи. Ты последуешь за мной. Бесполезно сопротивляться неизбежному. Так, а болторез у нас одноразовый, что ли, был? Ты его использовал и выбросил. Ну, ладно, неважно. Пока что мы весьма линейно следуем по тропинке, уготовленной нам. Какое отвратительное подношение. Не знаю, кто с нами беседует. Преждевременные предположения строить не буду. Не сопротивляйся. Ты был избран. На самом деле, я очень редко вообще делаю какие-либо выводы об игре, когда только начал в нее играть первые пять минут. Смотри. Все предначертано заранее. Но, может быть, ты попытаешься изменить свою засту. Вот мы и просыпаемся в нашем детективном агентстве. Ненавижу виски. Ненавижу виски. Судя по всему, после этой бутылочки. Мое частное детективное агентство связано с контрактом с детективным агентством Water... 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 После Великой войны я решил осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Потянулась в череда мелких дел, супружеские измены, старые счета, мнимые использования. Старый диван в конторе не сравнится с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Так, что там, мне кажется, игра как-то... Настройки звука. Да, он что, не сохранил мне настройки звука? Ай-яй-яй. Ну, надеюсь, было слышно неплохо, да, применить настройки. Потому что я вышел, и он такое ощущение, мне их не сохранил ни хрена. О, у нас есть вариант выбора. Но пока пить мы не будем. Нас сохраняют любезно через каждый шаг. Слушаю, вы Эдвард Пирс, частный детектив, работающий на детективное агентство Уантер Торт? Да, все верно. Да, все верно. И персонажи. Каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. Так. Так. Взломать какой-то механизм, а также применить насилие, физическое или вербальное, во время разговора. Так. Расследование. Отражает вашу способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательность событий, проанализировав место преступления или предмета. А также шанс взломать замок. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Оккультизм. Отражает ваше познание в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение и происхождение оккультных артефактов. А также расширяет ваше знание о мифах. Медицина отражает ваше познание в этой области. Развитие этого навыка улучшает шанс верно определить дозу лекарств, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Так. Что мы тут можем сделать? Ага. То есть вот как это качается. Ясно. Но что-то у нас уже развито. Даже до третьего уровня. Хм. Так. Я возьму красноречие до третьего уровня. Психологию. И все. Все закончилось. Хотел оккультизм с медициной взять, но ладно. Не в этот раз. Благодарю вас, мистер Пирс. Мы скоро обновим нашу документацию. Кстати, могу ли я задать нескромный вопрос? В чем дело? Как вы знаете, мы стараемся тщательно отслеживать успехи наших исполнителей. И мы заметили, что вы стали брать меньше дел. Работы мало. Мистер Пирс, вы не хуже меня, знаете, что сейчас работы для детектива больше, чем когда бы то ни было. Вы имеете в виду скучные и неинтересные дела? Зато они помогут нам не лишиться лицензии. Если хотите остаться у нас, докажите, что вы приносите агентству пользу. Мистер Пирс, вы меня слышите? Я вернусь. Иду. Сэр, я пришел по совету человека, мнение которого ценю очень высоко, и, признаться, вовсе не ожидал увидеть верлогу горького пьяницы. Вы, вас здесь никто не держит, сэр. Вы знаете, с кем вы говорите? Стивен Уэбсфорд, промышленник и коллекционер приметов искусства. Вас знает весь Бостон. Скажите, мистер Пирс, вы способны раскрыть дело, или вы способны, или вы никчемные пьяницы? Должно быть, вы в отчаянии раз пришли ко мне. Мне никто не верит. Меня называют старым дураком. Сэра, моя дорогая девочка погибла. А, Сэра. Даже вы наверняка не слышали. Сэра Хокинс. Художница? Да, ее все знают. Полиция обвиняет ее в ее убийстве семьи. Они все погибли во время пожара. Сэра, ее муж и мой внук Саймон, мой внук Саймон. Я ничем не могу помочь женщине, которая уже мертва. Выясните правду. Говорят, она была безумна, но я точно знаю, что это ложь. Она бы никогда не сделала ничего подобного. Но если у вас нет доказательств, я принес все, что мне удалось собрать. Смотрите. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Скажите мне все обсуждения, которые приходят к мнению. Мне ни о чем. Эту картину написал Безумец? Или, напротив, вы видите здесь некую логику, рациональное зерно, которое поможет и мне понять ее. Это все, что вам от меня нужно? Да, будьте любезны. Хорошо, я взгляну на вашу картину. Это все, что у вас есть? Картина? Я положил вам на стол папку. В ней все, что у меня по этому делу. Так, детективы. Это мы посмотрели. О. Врач может сколько угодно твердить, что лекарства от воспоминаний мне больше не нужно. Но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Сразу после трагической гибели Сары Хокинс, ее отец получил странную картину, написанную дочерью незадолго до смерти. Он принес картину мне, потому что уверен, что ее прислала сама Сара. В мою контору явился богатый промышленник Стивен Уэбстер. Он хочет, чтобы я занялся делом его дочери Сары Хокинса, которая погибла во время пожара вместе со всей семьей. Полиция это дело уже закрыла. Мне нужно посмотреть документы, которые он собрал. А, рассудок. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимавший участие в МЕС Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдат вынуждены несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов. Земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворно и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Так, уверенность. Вы уверены в собственных способностях, материалистический подход помогает вести расследование. Строго придерживаться фактов, убеждений и личного мироощущения. Ваши выводы логичны и проверены. Круто. Но чувствую, здесь будут и отрицательные какие-то эффекты. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гавировку в память о 77-й пехотной дивизии и погибших бойцах пропавшего батальона. Картина обладает странной красотой и одновременно вызывает ощущение ужаса. На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэбстер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. А, больше я выпить не могу, да? Мне не дали особо походить по моей комнате и что-то поделать. Склад на острове Дарк Уотер. Несколько набросков семьи Хокинс. Не густо. Так, транспортная этикетка. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Дарк Уотер. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при... Но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарк Уотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Итак, мистер Пиарс, что вы думаете об этом деле? Так. Вы обратились не к тому человеку. Ну, погнали по порядку узнать о складе. На этикетке в адресе отправителя указан некий склад 36. Верно, это была наклейка на последней картине Сары. И вы думаете, что отправитель могла быть ваша дочь? Это вам и предстоит выяснить. Отправляйтесь на остров Дарк Уотер, найдите склад 36. А где жила Сара Хокинс? Дарк Уотер. Я впервые слышу о таком месте. Где это? Это небольшой остров недалеко от Бостона. Сара жила там с мужем и сыном. Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился туда. Дарк Уотер таит правду о гибели моей дочери, мистер Пирс. Вы должны раскрыть эту тайну. Расследование, профессионал. Ее муж был на острове большим шишкой, но полиция придерживается версии о несчастном случае, хотя и упоминает о неустойчивой психике Сары. Думаю, вы правы, сэр. Это дело не так просто, как кажется. Это я и безвазна. Я уверен, что это не просто несчастный случай. Вы должны честно сказать мне, верно ли полиция оценила психологическое состояние вашей дочери? Нет. Нет, у Сары были видения. Это всем известно. Но она никогда бы и мухи не обидела. Эти видения были просто плодами ее воображения. Что вы имеете в виду видения под видениями? Я понятия не имею, что она под этим подразумевала. Моя дочь была загадочным человеком, мистер Пирс. Вы должны выяснить правду о ее жизни и смерти. Я частный детектив, а не искусствовед. Похоже, вы не так умны, как сами считаете. Совершенно очевидно, что картина связана с этим делом. Вы должны докопаться до истины. Ага, ну вот, перебрали все варианты. А че вот этот не потух? Ладно. Думаю, я начинаю что-то понимать. Я сделаю все, чтобы восстановить честное имя дочери. Успокойтесь, я на вашей стороне. Давайте подведем итоги. Художница погибает вместе со своей семьей во время пожара в доме. Единственная зацепка — таинственная картина. Предостережение, отправленное с острова Дарк Вод и прямо перед ее смертью. Верно. А также слухи о ее предполагаемом безумии, которые вы не можете назвать совершенно беспочвенными. Найдите этот склад. Узнайте правду о смерти моей единственной дочери Сары, и я щедро вас вознагражу. Хорошо, я берусь за это дело. Гоусь в Дарк Уотер и расследую смерть вашей дочери. Спасибо, мистер Пирс. От человека в ваше положение и меньшего я не ждал. Что-то тут нечисто, но выбора у меня нет. Дарк Уотер. Кажется, у меня есть книга про Северную Атлантику. Так. Врач может сколько угодно... Так, подожди, мы это читали еще. Ага. Мне остается только отправиться в Дарк Уотер. Среди моих книг должно быть что-то об острове Дарк Уотер. Ага. Богатый бизнесмен, хорошо известный в Бостоне. Стивен Уэбстер нанял меня, чтобы я расследовал смерть его единственной дочери. Старый Хокинс. Этот человек не способен принять отказ или смириться с неприятной правдой. Он готов на все, чтобы доказать, что его дочь не сошла с ума. 63 года. Род занятий бизнесмен. Труп. Ага. На острове Дарк Уотер Чарльз Хокинс был знаменитостью. Он вырос в семье судовладельца и много путешествовал. Во время поездки в Париж познакомился с Сарой Хокинс. Они полюбили друг друга и поженились. А затем Хокинс забрал ее на удаленный остров Дарк Уотер. У них родился мальчик по имени Саймон. Супруги вели замкнутый образ жизни. 41 год. 33. Ага. Художница. Сара Хокинс, художница, знаменитая, своей способностью создавать зловещие образы. Своеобразные картины и редкое появление на публике снискали ей множество поклонников. Кажется, я припоминаю, как однажды она сказала, я рисую то, что нашептывают мне сны. Несколько лет назад она вышла замуж за Чарльза Хокинса и этот брак удивил светских колумнистов. Бостонская наследница огромного состояния, известная среди прочего любовью к вечеринкам, решает последовать за мужем и стать затворницей на острове Дарк Уотер. Она пропала с первых полос газеты, никто больше о ней ничего не слышал. Даже ее смерть в огне осталась скрыта завесой тайны. И только Стивен Уэбстер, ее отец, продолжает докапываться до истины. Единственный ребенок Сары и Чарльза Хокинсов погиб во время пожара вместе со своей семьей. 11 лет ему было. Транспортная этикетка, часть... Так, тут говорится... Мы, по-моему, это тоже самое читали, да, мы это все читали уже. Оккультизм. Сара Хокинса никого не оставляет равнодушными. Одни считают ее мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубинным подсознаниям, а другие переоценены выскочкой. Странные картины этой таинственной дамы написаны резкими цветами и дикими мазками. Если она на самом деле видит мир так, то мир Сары Хокинса – это врата в другие измерения. Выдержка из записной книжки Эдварда Пирса, частного детектива. Наверняка там... Ну ладно. Судя по звуку, там даже лед есть. Естественные науки, лингвистика, археология. Дарк Уотер находится недалеко от бостонского побережья, но я никогда не слышал об этом острове. Пишут, что остров был довольно известен во времена расцвета китобойного промысла в конце 21 века, но с тех пор о нем почти ничего не слышно. Остров Дарк Уотер населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманывает вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитателям это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши и берегов Массачусетса. Мне нужно просто добраться до порта. Надеюсь, там найдется корабль, который доставит меня в Дарк Уотер. Старая добрая история шантажа в подпольном баре. А, можно крутить все-таки, да. Нанявшему меня владельцу бара не понравилось, что я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Интересно, зачем я их до сих пор принимаю. Слиппинг пилс, типа слепляющие пилюли. Мне их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки покончат с кошмарами, но в последнее время их действие ослабевает. Когда-то я много читал. Агентство Уэнтворд не в состоянии привлекать лучших клиентов. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом же томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру. Описаны симптомы и способы лечения. Так, это значит, что у нас подросли немножко умения. Замужная женщина сбегает с подружкой. Муж так ничего и не понял. Муж так и не понял, что жена его бросила. Он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. Остров Дарк Уотер. Похоже, мир попросту забыл о существовании этих одиноких скал у бостонского побережья. Это небольшой и негостеприимный остров со всех сторон, защищенный крутыми утесами и острыми рифами. Подойти к берегу можно только в одном месте. Остров населен в основном потомками китобоев, которые в начале 21 века построили здесь склад припасов. Закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению. Думаю, единственное прибыльное предприятие на острове – медицинский институт. Так, это мы все читали. Так, а выросла ли у нас... Ой, да, показатель медицины. Да, смотрите, на одну. Поднялось. Так, секунду. С окнами взаимодействовать нельзя. Ага, ну все, тут больше ничего нету. Выходим. Порт Дарк Уотера. Пирс взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняют в том, что устроила пожар, который и убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика – страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада расположенного в доках острова Дарк Уотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Ну, что-то как-то, конечно, он долговато подгружает локацию. Может, конечно, она там очень большая. Ага, все, погнали. Танец. Танец. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы почти на месте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оставайтесь на борту, сейчас ребята разгрузятся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на остров Дарк Уотер, мистер Пирс. Что ж, спасибо, капитан Фитцрой. Так что за ветер принес тебя сюда? Дело Хокинсов. О чем-то вам говорит? Печальная история, которую мы все хотим поскорее забыть. Чарльз Хокинс не был моряком, но он был хорошим человеком. А его жена, Сара Хокинс. Милая девушка и великая художница. Какая трагедия. Какая трагедия. Ты знаешь что? Иди выпей-ка в китана, Миле. Тебе не помешает что-нибудь тонизирующее. Митчелл может быть и не самый гостеприимный человек в мире, но в его баре есть для тебя сюрприз. Что ж, до меня, то я буду в своем кабинете. Если сюда тебя привела семья Хокинсов, у меня есть типа документов, которые тебя заинтересуют. Понятно. Я пойду осмотреть в доках. Приближаясь к Дарк Уотеру, я обратил внимание на плотные облака, закрывающие небо. Они висели так низко, что едва не напаривались на острые рифы вокруг острова. Фитцерой, капитан единственного корыта, который ходит на материк, предложил мне помощь. Кажется, у него есть документы, которые принадлежали Чарльзу Хокинсу. Фитцерой посоветовал мне посетить портовый бар. Он упомянул какое-то тонизирующее средство. Полагаю, заодно можно будет познакомиться с ситуацией на острове. Рыбаки собрались вокруг трупа касатки. Можно осмотреться там и поговорить с местными полицейскими. Вдруг что-то расскажут. Капитан Фитцерой предложил поделиться со мной информацией про Хокинса, которую он нашел в архивах в кабинете начальника порта. Так, нам одно очко дали. Не знаю пока, куда его тратить. Что? Случайно нажал. Порт Дарк Уотера. На входе в порт Дарк Уотера стоит остров Сцилы. Последний китобойный шхуны, которая пришла сюда с добычей. Целый день под оком ходят моряки в поисках подработки. Там же расположилась банда бутлегеров, которые постепенно отгрызают территорию капитана Фитцерой. Последнего моряка, который на собственном катере ходит между островом и материком. От золотого века китобойного промысла остались только воспоминания. Так, что там еще? Так, на корабль, к сожалению, не вернутся. Так, поговорите с Фитцроем, идите в бар, поговорите с Брэдли. Давайте к касатке подойдем сначала. Джентльмены, прошу вас отойти, позвольте полиции сделать свою работу. Эй, Салливан, ты можешь побыстрее? Ты знаешь, сколько этой штуке лет? Если поспешишь, то она просто развалится. Так нельзя. Да это же просто рыба. Рыба, да ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Лучше помалкивай, если ничего не понимаешь, а то пожалеешь ей-богу. Ладно, хватит, отойди и дай нам заняться делом. Не надо так со знамением. О да, из-за него мы влипнем. Вас это тоже касается, сэр. Ступайте. Я ищу склад 36, в порту Дакоттера. Ах. Так кто же вы? Я не представился. Эдвард Пирс, частный детектив. В любом случае, это не очень важно. Я не могу ответить на этот вопрос. Вы не можете? Не можете или не хотите? О, нет, нет. Я в эти игры не играю. А теперь прошу вас оставить меня, у меня много работы. Вы не понимаете. Вы можете видеть, что я занят. Кровь только начинает сворачиваться. Она умерла совсем недавно. Только специалист может сказать, что ее убило. Что могло нанести такую рану? Не выбрасывайте это чудовище обратно в воду. Это же легавы, им не понять. Черт, вы тупые кретины. Вы можете видеть, что я бейст. Ты не понимаешь, что вы не сейлеры. Это сигнал. Есть что-то, что происходит. Есть что-то, 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 что-то. Не поставь этого бейста в воду, вы шестерцы, ты crazy. Че, тебе не надо помогать? Они не понимают? Девушки, дураки. Так, последняя контрольная точка, ну-ка. Понятно, что меня игра так сейчас сохраняет. Это, видимо, чтобы я не мог переобуваться в своих решениях, как я сейчас хочу это сделать. Ну, потому что, во-первых, полицейский со мной не захотел разговаривать. Возможно, нужно выбрать другой вариант ответа. Так. Чью же сторону выбрать? Ну, я бы, наверное, моряков поддержал. Сказал, что... Или... Даже не знаю. Но их больше просто. Ну, допустим. Не стоит так со мной обращаться, и вам не местный. Вы не справляетесь, вам может потребоваться подкрепление. О чем вы думаете, на острове вроде Дарк Уотера можно вызвать национальную гвардию? И за выброшенный на берег рыбы? Вздор, знаете, мистер, я вам не местный. Идите, давайте свои бесценные светы кому-нибудь еще. А теперь прошу оставить меня, у меня много работы. Ладно, все, оставим их. Сухой закон здесь всерьез не воспринимают, и меня это устраивает. Вы слышите, я не боюсь сухопутных крыс, вроде вас. Как он нас назвал? Я сказал, что ты сухопутная крыса, а еще кальмар сифозный. Думаете, мы не знаем, что вы там делаете в тумане? Я заткну тебе в пасть раз и навсегда. Размечтался. Тебе здесь нечего делать, проваливай. Ты дурак или как, даже злой капитан сказал тебе больше не совать. Это не ваш дом, вы просто шайка песчаных крабов. А мы идем туда, куда хотим. Из-за тебя мы влипнем. Да вы уже влипли. Да ладно, разве мы не разберемся по-хорошему? Вы же видите, он же пьяный. Нет ничего для тебя здесь. Тебе хотели бы нас обрабатывать. Ха-ха. Но ты можешь оставить и смотреть. Так, я бы в бар пошел в последнюю очередь, на самом деле. Давайте сначала к капитану заглянем. Нельзя взять? Нет. Хорошо. Да, домик прохудился, конечно. Так, я видел дверь. А тут чем плоха дверь? Ничем, абсолютно. Сломан. Это место почти заброшено. Рыболовное снаряжение не помешает снять с него ржавчину. Ха, глазет. Этой доской давно не пользовались. Да. Сцилла. В итоге оказалась на мелью у входа в порт. Может, какие-нибудь книжки там про медицину? Нет. Опа, ну-ка. О! Второй том посвящен этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. О, прогресс. Этот человек и Фитцрой похожи, словно близнецы. На этой фотографии человек, похожий на капитана Фитцройа. Стоит на мостике корабля, и у него деревянная нога. Какой мрачный сувенир. Ха, тоже точно. Гарпун. Хм, вход на второй этаж вообще завален. Интересно, что скажет капитан Фитцрой об этой Кэт? Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не по зубам. И не утверждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Угу. Так. Я нашел грузовые декларации Чарльза Хокинса. Они на столе, прямо перед тобой. Но на самом деле ты, скорее всего, будешь разочарован. Когда закончишь, приходи на палубу. А, вон они. Сейчас. Эти декларации подписал Чарльз Хокинс, но больше ничего не понятно. Прочитать можно только несколько дат. 1890 год и 1907. И еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно вымарано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? О, исчез. А, фу, господи. Отсюда я вижу все, что происходит в бордом. Тяжелый труд моих моряков, драки в ките на мили. И даже тем верфяным крысам от меня не спрятаться. Так это вы диктуете тут порядки? Ну, до этого мне еще далеко. Я просто последний командующий капитан на Дарк Уотере. Говори, чем я могу тебе помочь. Давай про Дарк Уотер сначала. Ух ты. Я видел на пристани касатку. Я только что вернулся с пристани. Мертвая касатка расстраивает моряков. А, да. Морской народ северный. Что могло ее убить? Касаток немного природных фрагов. Это правда. А еще они обычно здесь не встречаются. Но ты решишь, что я старый дурак. Может и нет. Слышал про бездны? Трещины, которые уходят глубоко в землю, там скрываются, на что они похожие твари. По-моему, это просто мифы. Верно, ты прав. Зачем они хотят вернуть тело касатки в море? Полиция решила сбросить труп касатки обратно в море. Их можно понять, они понятия не имеют, что с ним делать. Мне кажется, это ошибка. Кто сказал, что тварь, оставившаяся эти раны, все еще не прячется где-то в этих водах? Хочешь сказать, лучше оставить ее на берегу? Хотя бы для того, чтобы установить истинную причину смерти. Я видел вашу фотографию, ту, где человек стоит перед кораблем. Да, я понимаю, о чем ты. Удивительное сходство. Я думал, это вы, но с деревянной ногой. Оно и понятно на фотографии мой отец. Ваш отец. Джон Фитцрой, капитан Фицилла. А его деревянная нога все еще здесь. Можешь посмотреть, если интересно. Кто такая, Кэт? Я нашел письмо с угрозами, подписанное какой-то Кэт. Что? Я не против, если заходишь в кабинет начальника порта, но лучше тебе не лезть в мои дела. Вас шантажируют? Не совсем. Нет, эта мошенница хочет, чтобы мы заплатили ей за защиту. Есть успехи? Я бы так не сказал. Но она пугает моих людей не меньше, чем своих. И вы ничего не можете сделать, чтобы остановить ее? Об этом не волнуйся. Я ищу склад 36. Вы не знаете, где это? Смотри, он вон там. Склад стоит напротив пристани. Мимо не пройдешь. Ясно. А знаешь, кому принадлежит это здание? Ну, допустим. Оно принадлежит семье Хокинсов. В точку. Наследственным судовладельцам. Я думаю, что кто-то здесь хотел, чтобы я осмотрел этот склад. Странный вопрос, ну давай. Слушай, я же тебе уже показал это здание, перед которым дежурит полицейский. Мимо не пройдешь. Ясно. Ваши документы невозможно прочитать. Все данные на декларациях выбранные. Их совершенно невозможно прочитать. Да, я видел. Понятия не имею, кто это сделал и зачем. Я не припомню, что подписывал что-то, что потом нужно было бы скрывать. А зачем вообще вычеркивать даты и наименование товаров, которые хранятся на складе? Хочешь сказать, что даты имеют какое-то значение? Не хватает нам. Судя по всему, раз в середине ничего нет. Ну, возможно, как бы я предполагаю просто. Мы знаем, что Чарльз Хокинс родился в семье судовладельцев. Но рыболовная промышленность острова сильно пострадала. Точно, мы специализировались на китобойном промысле, но после чудесного улова в 47-м году в горе не вышла ни одна китобойная шхуна. Так куда же Хокинсы брали деньги? Ну, последствия вообще Чарльз получил. Хотя, судя по датам, на декларациях у него могли быть и другие контракты. Интересно, с кем? Мне пора. Заходи, когда появятся новости. Одночку нам дают. Хорошо. Я еще раз гляну на эту ногу. Ничего нового. Ух ты. А, все, я понял. Она колесиком включается. Точно мотнул колесико и не понял, что происходило. Все, вас там закончили отчитывать. Мы больше не чувствуем себя дома, на собственном острове. Успокойся, но того не стоит. Я сказал этому Халлою, что он еще увидит, из чего сделан настоящий моряк. Если будешь так себя вести, все и впрямо знают, из чего ты сделан. Очень на это надеюсь. Надеюсь, они не забудут этого урока. Да я не боюсь какой-то бабы. Дурак, если тебя вскроют и посмотрят, что у тебя внутри, успокойся. Ага. Ага, вон они. Что-то уже почти сделали с ней. Забей, все равно никто нас не слушает. Она понятна. Ну-ка, а если мы чуть-чуть прокачаем медицину? Навыки медицины и аргультизма улучшаются только с помощью найденных предметов. Ясно. Ясно. Забей, ступиды идиоты. Поговори, никто не слушает нас, в любом случае. Это никакой способ, чтобы воспринимать к медицине. О, да? Ха, тайная лазейка на склад, типа. Потому что чувствую, что нас там бы скорее всего не пропустили. Черт, сломал. Мн-да. Смысла нет, замок не поддается. Морской царь местный. Святой Брэндон, покровитель моряков и путешественников. Его сгернили. Я не могу сказать, что это за язык. Ага. Так. Проближаясь к Дарквотеру, я обратил внимание на плотные облака, закрывающие небо. Они висели так низко, что едва они напарывались на острые рифы вокруг острова. Фитцрой, капитан единственного корыта, который ходит на материк, предложил мне помощь. А, ну это мы уже читали. Из документов Фитцрой я ничего не узнал, но мои подозрения подтвердились. Склад, упомянутый на транспортной этикетке, с картиной Сары Хокинс, принадлежит ее мужу. Он находится в доках. Нужно найти способ проникнуть туда. Так. Джеймс Фитцрой, капитан Харибде. Единственного судна, которое ходит между Дарквотером и Бостоном. Чаще всего его можно застать в кабинете начальника порта, где он узнает обо всех событиях на острове. Узнает. Обитатели Дарквотера его уважают, а бутлегеры презирают. Он предлагал мне помощь в расследовании. Святой Покровитель Китов и Китобоев все еще защищает моряков Дарквотера. Видимо, до Святого Брэндона были тут и другие боги, и их последователи. Кажется, иного мнения... Ой. Были и другие боги, и их последователи, кажется, другого мнения. Местные пока поклоняются старому святому, но на его статуи оставил след представитель другого культа. Это выдержка из записной книжки и частного детектива, понятно. Так, ну и улики я смотрел уже. Ладно, на этом мы закончим первую серию нашего прохождения. Продолжим уже в следующей, так что обязательно напишите, что вы думаете про эту игру. Про, соответственно, качество звука обязательно. И в целом, может, что-то не так, и нужно что-то поправить. Как бы то ни было, увидимся уже в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok